Инна Сухарецкая Я актриса, аналоговая актриса. Я попробую ответить на тот вопрос, который был поставлен в рамках этого фестиваля, но вообще я очень сильно волнуюсь, потому что не привыкла говорить собственные мысли и формулировать их. Обычно я говорю что-то, что написал драматург или как-то я выучила заранее. Но я очень попробую, и если вы потеряете нить, пожалуйста, остановите меня и спросите еще раз. Значит, мне показалось лучше всего построить выступление, основываясь на тех вопросах, которые обычно актеры слышат. В общем, на тех вопросах, которые обычно актерам задают. Это странные вопросы, но, может быть, вы узнаете в каких-то из них свои вопросы. Чаще всего мне, например, задают такой вопрос. Как ты запоминаешь так много слов? Это такой тупиковый вопрос, и хочется как-нибудь отшутиться, потому что ответить на него всерьез кажется долго и неинтересно. Но вообще это просто моя работа. Мне приходится учить много текста, я его разбираю, выстраиваю какую-то логику, ищу в нем какие-то триггеры для себя. Если это монолог, то учу его долго. Если диалог, то это учится обычно во время прямо репетиций и очень быстро запоминается. И, в общем, не знаю, по-моему, глупо отвечать на этот вопрос, но он самый популярный. И, в общем, это просто часть моей профессии. О, ты играешь в театре? А кого? Да, я вижу, что это смешно только актерам. Что вы все всерьез ждете, что я что-то отвечу. Ну, значит, тогда так. Вообще, в современном театре в 2019 году довольно сложно ответить на этот вопрос так, чтобы удовлетворить человека, который спрашивает, чтобы действительно быть ему понятным. Ну, то есть, лет 20 назад люди действительно играли хрестоматийные пьесы, какие-то инценировки известной прозы. И называя там какую-то роль, типа, я играю Офелию в Гамлете, или я играю Дюймовочку, или Снегурочку, или еще кого-то, человек, который спрашивает, обычно сразу понимал, классный ты актер, не классный, главные роли ты играешь или нет, смешные или грустные, трагедия или комедия. Ну, в общем, на какую-то полку тебя мог положить. Сейчас все очень изменилось, театр очень сильно изменился. И я, конечно, могу ответить на этот вопрос, но мои роли называются так. Например, вторая женщина, или исполнительница анекдотов, или бывшая жена, или помощник режиссера. И это все, ну, то есть, раньше в театре так назывались второстепенные какие-то актеры, роли даже, даже не роли, а может быть, какие-то массовка, я не знаю. Но это все название центральных ролей в современных спектаклях. Поэтому, как бы, адекватность тоже как-то исчезла. У меня есть шпаргалка, готовилась. Вот, да, и, наверное, может быть, было бы интереснее и правильнее спрашивать у актера, в каких спектаклях он играет, или с какими режиссерами он работает. Но это тоже для тех людей, кто в курсе. Потому что иногда, когда я говорю, например, что я работаю с Дмитрием Крымовым, меня часто переспрашивают, а с Грымовым? Ну, это очень разные люди, совершенно из разных мест. Ну, в общем, тоже вопрос абсолютно тупиковый. А сложно заплакать на сцене? Или как вот вы плачете на сцене, как вы это делаете? Кстати, это несложно. Это такая техника, когда тебя учат в институте, ты, в общем, учишься раскачивать свою психическую составляющую, быть более восприимчивым, более чувствительным. И в целом плакать не так сложно. Гораздо сложнее бывает заставить плакать людей в зале. Потому что я вот не раз видела, когда на сцене актер рыдает, прямо, ну, очень сильно краснеет, потеет, кричит и так далее. А зритель в зале говорит, о, он по-настоящему сейчас заплакал? Ну, то есть, как будто бы это часто превращается просто в цирковой номер. Ты как бы смотришь, о, плачет, о, кричит, о, ну, как больно упал. Но зритель в зале остается при этом абсолютно холодным. Мне кажется, что важнее, чтобы не ты там плакал на сцене, а зритель в зале что-то прожил по-настоящему здесь и сейчас. И там, я плачу во многих спектаклях, но это не, как это сказать, ну, короче, это несложно. В современном театре гораздо более сложная задача появилась не так давно. Я все чаще от режиссеров слышу в адрес актеров просьбу не играть ничего. Ну, или прямо требование. Можешь ничего не играть, просто говори текст. Когда мы учились в ГИТИСе, нас учили двум главным вопросом, что актер в процессе репетиции должен ответить себе или спросить у режиссера, если сам не может, на два главных вопроса. Кто я и что я здесь делаю? Но теперь чаще всего тебе отвечают на вопрос, кто я. Говорят, это ты, просто ты. А что я здесь делаю? Говорят, ты здесь ничего не делаешь. Ты просто говоришь, или ты поешь романсы, как в спектакле «Русский романс» Дмитрия Волкострелла, или ты рассказываешь историю, или, ну, это всегда ты, даже если твоя роль как-то называется, даже если ты в каком-то костюме, то ты все равно остаешься собой с самого начала и до самого конца спектакля, до спектакля и после спектакля. Так, дальше. Следующий вопрос. Актеры, может быть, каждое образование обязательное? Да, такой тоже очень популярный вопрос. И действительно существует такое мнение, наверное, вы тоже, может быть, этим пользовались или слышали, когда кто-то говорит про своих друзей. О, да тебе нужно в театр, ты так классно рассказываешь истории. Или посмотрите, какой у нас обаятельный ребенок. Он требует так много внимания, он точно будет артистом. Ну, это такой стереотип, и действительно кажется, что человек, который умеет взять внимание и увлечь, обязательно должен быть актером, но это не так. Очень многие артисты в жизни, очень многие великие актеры в жизни скучные и такие тихие интроверты. И ровно как и наоборот. Веселые люди, выходя на сцену, вдруг окаменеют и ничего не могут сказать. В ГИТСе мы называли это коридорный артист, когда ты в коридоре весь такой интересный, а выходишь на площадку и просто стыдно смотреть, зажатый, неинтересный, какое-то нечто. Но, тем не менее, я свидетельствую о том, что существуют люди, которые, не обладая актерским образованием, очень круто исполняют какие-то роли на сцене. Например, Алексей Гранович в театре Гоголя, в Гоголь-центре, прекрасно существует, убедительно, он прям большой артист, и это нельзя отменить, хотя он нигде не учился. Но здесь, наверное, важнее вообще говорить про образование как таковое, потому что, например, мне образование дало очень много, очень. И с точки зрения ремесла, с точки зрения разбора текста, как подступиться к роли, как чувствовать пространство, время внутри, как работать собственным телом и голосом. Но самая, наверное, составляющая суть образования актерского, наверное, любого художественного, в том, что ты получаешь некоторое знание, которое часто нельзя формализовать, конкретно от мастера, ученику, то есть от человека к человеку. Мне ужасно повезло, я училась на курсе Олега Кудряшова, у меня были прекрасные учителя, не только сам мастер, но и Светлана Васильевна Землякова, и Олега Лужкова, и другие. Например, если простроить такую цепочку, то Кудряшов, обладая большим знанием, он учился у Марии Осиповны Кнебель, которая, в свою очередь, была соратницей Станиславского. Ну, то есть это как-то знание передавалось от одного учителя к другому, и каким-то, может быть, образом, в какой-то форме дошло до меня. Ну, если вот так проследить эту, собственно говоря, цепочку. Но только мастер Олег Львович в этом случае, он, глядя на меня, видя мои способности, мои способности воспринимать информацию и так далее, исходя из его любви ко мне и так далее, и как-то это знание огромное пытался сформулировать именно для меня, делая мне конкретные замечания или делать замечания даже моим однокурсникам. Это все какое-то такое поле, которое составляет большое знание, в котором ты растешь четыре года, учишься и впитываешь его. И это, конечно, неоценимый подарок. Но бывает так, что людям не везет с образованием, с учителями, и тогда часто бывает, что образование может быть во вред. И может быть, как говорила Ксюша Перетрухина, учиться даже вредно. Нужно идти и сразу с его собственным опытом получать, добывать вот это вот какое-то неформулируемое общее знание. Ну и, в общем, главный вопрос сегодняшнего фестиваля – как изменилась профессия актера за 10 лет? Я могу сказать, что никак. Совершенно никак не изменилось. Изменился театр, изменились формы театра. Вы сейчас передо мной выступали, ребята, они говорили о всяких новых технологиях. Это действительно существует. Существует театр без актера, существовал, не знаю, сейчас, наверное, тоже театр без зрителя. Это все есть, но театр с актером и со зрителем по-прежнему существует и пользуется популярностью, как мне кажется. И это все-таки самая пока распространенная форма театра. И что он из себя представляет? То есть, как мне это кажется? Существует огромная толпа людей, которые занимаются производством спектакля. Существуют авторы. Это может быть и драматург, и режиссер конкретно. Существуют художники из разного калибра. Постановщики, художники по костюмам, видеохудожники и так далее. Существуют люди, которые непосредственно воспроизводят декорации, если они есть. Люди, которые обслуживают маркетинг и так далее. Но случается, приходит такой момент, когда появляется зритель, он садится в зале или в чем-то, что похоже на какой-то зал. И перед ним появляется актер. И вот тогда, в этот момент, и все должно случиться. То есть, ради этого момента все эти люди трудились. Кипели их мозги, тратились деньги, продавались билеты и так далее. И происходит вот эта встреча, условно, двух людей, зрителя и человека на сцене. И в этот момент все ждут, и актер, и зритель, что случится чудо, ради которого театр до сих пор существует в этой именно форме. все ждут, что вот сейчас случится магия. Она может случиться, а может не случиться. Но ради этой вероятности, что она произойдет, что ты сейчас вдруг, что здесь и сейчас ты увидишь что-то невероятное, ты улетишь куда-то по-настоящему. Ради этого люди тратят деньги, время, и ради этого до сих пор ходят в театр. Но если говорить вот о содержании работы актера, то она неизменна. Набор инструментов, которые актер пользуются, это по-прежнему тот же самый набор, что и раньше. И я им пользуюсь сегодня и сейчас. И с тех пор, как вообще сформировалась профессия актера, вот в этой именно форме, что актер появляется перед зрителями и как-то действует, что-то должно произойти, вот с тех самых пор ничего не изменилось. Изменился театр, изменилось время, изменились актуальные темы, формы, эстетика, что угодно. Но, наверное, да, те, как сказать, теоретики театра должны, наверное, меня поправить. Но я все-таки попробую упростить мысль, которую я хочу сказать. В театре вообще принято считать, что существует в актерской профессии школа представлений и школа проживания. И это похоже на клоунаду школы представлений. И, например, школа проживания – это какая-то очень подробная, глубокая психологическая драма. Но вот на этой шкале, между этими двумя полюсами, находятся все актеры всегда. Несколько тысяч назад, сегодня, Ди Каприо в этой же шкале, Брэд Питт и все остальные актеры, они находятся тут же, ближе или дальше от одного или другого полюса. И суть… Ну да, но суть их действия в том, чтобы управлять вашим вниманием, вашими мыслями, вашими эмоциями. И вот Леша мне сказал, что очень прикольно рассказывать истории своей жизни, чтобы вам было интересно и понятно. Но вот я попробую. Со мной, правда, случилась такая вещь, после которой я решила, что я должна быть актрисой, потому что я не могу без этого просто больше жить. Я не училась в ГИТИСе, я училась в Перми в Государственном университете на экономическом факультете, я любила петь. Был у нас такой студенческий клуб, университет был огромный, там училось очень много тысяч людей. И вот я выступала однажды, у нас была ансамбль, я пела, стоял микрофон, в зале сидело тысяча человек, и это были все студенты, мои ровесники разных факультетов, химический факультет, мехмат, физический, ребята с платного отделения экономического факультета, там всякие связи с общественностью и так далее, какие-то очень болотные всякие. Кто-то сидел в одежде, пил пиво, ел сухарики. И значит, я выходила с песни, которая мне казалась, как это сказать, если ее сейчас люди не услышат, то я не знаю, как вы будете жить после этого, если вы сейчас не услышите. Мне она была очень, ну она как-то резонировала. И вот я выхожу, и начинаю петь, и вдруг я чувствую, что пауза, которая возникает у меня, я вот вдруг, как бы мне нужна была какая-то пауза внутри, и чувствую, что сейчас все молчат, тысяча людей замерло, никто не дышит. Эта секунда превратилась, я не знаю, в час, наверное. Я вдруг поняла вот это все, что я вам до этого рассказала, что в зале сидят люди, и видела, как они ели, они сидят в куртках, тут, в общем, не очень-то тепло, и так далее. Я понимаю, что сейчас они дышат со мной вместе, что я, я не знаю, как это произошло, это не было отрепетировано, это случилось спонтанно, но вдруг я прямо чувствую, что я держу все в своих руках, и сейчас я скажу следующее слово, и оно попадет. У меня еще есть микрофон, и было полное ощущение, что я говорю, как будто бы каждому индивидуально на ухо то, что я говорю. И это такое удивительное состояние публичной интимности какой-то. Это невозможно передать, я очень старалась, но, может быть, вы чуть-чуть хотя бы поняли. Но в этот момент я вдруг поняла, что не важно техника, не важен жанр, не важно даже эстетическая какая-то упаковка, дизайн и так далее. Важно то, что это парадокс, но актер на сцене может быть предельно искренний, может быть, в жизни никогда не получается у людей быть настолько искренним, сколько у актеров. Иногда получается быть на сцене публично, даже исполняя чужую роль, чужие слова, говоря, что ты не ты, а кто-то другой. Но это вообще, как это сказать, наверное, это и есть основа профессии, которая не изменилась за тысячи лет. И последнее, что я хотела сказать, я вижу, последнее, что я хотела сказать, что так же не изменилось и что меня ранит до глубины души, это то, что мое искусство, моя работа, она исчезает, она испаряется сразу после того, как она произошла. то есть мастерство можно повторить, воспроизвести и продемонстрировать отдельно, даже вне спектакля. А вот этот момент игры, он случается сейчас. И его нельзя зафиксировать, его нельзя снять на камеру, его нельзя пересказать, он может случиться только со всеми вместе. Ну, то есть в присутствии других людей произойти здесь и сейчас. И вот этот момент игры, наверное, самое ценное, что существует вот в этой форме театра и в моей профессии, и он существует только сейчас. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Друзья, ну, вопросы. Да? Ну, хорошо, очень коротко, да, у нас все съехали немножечко. Спасибо вам. Вы потрясающе. Спасибо за этот эмоциональный ветер. Подскажите, краткий вопрос, как вы заземляетесь, если вы вообще это делаете? Извините. Можно я тоже запишу один из этих вопросов? Я не знаю, я не знаю. Я обычный человек, живу, ем, сплю, волнуюсь о том, как мне заработать денег, не знаю. Готовлю себе еду, хожу по земле, езжу в метро, не знаю. Спасибо большое. Спасибо.